МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оперативное совещание началось с приятных моментов, с поздравлений именинников. День рождения отмечает начальник юридического отдела Галина Коняева. Доброе утро, коллеги. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляем. В воскресенье 9 сентября пройдут выборы губернатора. Глава обратился к присутствующим с просьбой не остаться в стороне от значимого события. На этой неделе, 9 сентября, в это воскресенье, будет, наверное, главное политическое событие для всей Московской области, выборы губернатора Московской области. Так вы все, наверное, видите, замечаете, что наш город активными темпами развивается. Практически в каждом направлении мы реализуем большие губернаторские программы, начиная от комплексного благоустройства, ремонта образовательных учреждений, ремонт дорог. Большая работа у нас в этом году также уже проделана и предстоит проделать в системе здравоохранения, Николай Александрович, которую вы тоже возглавляете лично. У нас и в жилищно-коммунальном хозяйстве тоже идет определенное развитие и большие работы по модернизации, за что тоже отдельное слово благодарности и Олегу Николаевичу, и Александру Анатольевичу, и Игорь Геннадьевичу. Но в целом город практически в каждом направлении ведет большие перемены и идут большие изменения, что, я надеюсь, для наших жителей и в будущем, и для сегодня, влечет за собой как бы улучшение качества проживания в городе Электрогорске. Хотелось бы такими активными темпами продолжать и дальше. Хочется призвать всех жителей, которые смотрят наши оперативные совещания и которые тоже неравнодушны к судьбе и развитию нашего города, прийти 9 сентября на избирательный участок и проголосовать, сделать свой выбор, надеясь, что мы в своем развитии не будем отставать во всех направлениях и спортивных, и культурно-массовых, и строительных, и дорожных, и жилищно-коммунальных хозяйствах. Везде будет у нас такими же передовыми темпами двигаться только вперед. Надеюсь, что жители нашего города тоже нас поддержат. И всем нам и всем вам, кому не безразлична судьба нашего города, еще раз прошу прийти 9 сентября и сделать свой выбор на избирательном участке. Денис Семенов добавил, что в связи с началом нового учебного года необходимо максимально следить за обстановкой в городе. Сегодня у нас начались образовательные процессы во всех школах, в том числе и полкосадском техникуме, располагающем на территории города Электрогорска. Татьяна Викторовна попрошу сейчас тоже максимально смотреть, следить, чтобы у нас все было в штатном рабочем режиме, полностью укомплектованность везде, чтобы образовательные процессы шли без боев. Ну и Сергей Евгеньевич, еще наша с вами задача, так как избирательные участки у нас будут располагаться практически во всех школах, во всех школах, во всех образовательных учреждениях, тоже максимально комфортно все подготовить, чтобы для жителей было удобно прийти проголосовать, и чтобы образовательные процессы тоже ни в коем случае не срадали на этой неделе. Потому что нужно все будет предусмотреть, грамотно все сделать. Далее перешли к протоколу. Руководитель электрогорского филиала ТСК «Мусэнерго» отметил, что сентябрь – очень насыщенный месяц, предстоит выполнить большой объем работ. В прошедшую неделю было два инцидента по системе оборудования, жалостов-1 и пожарной частью 110. Но еще третий инцидент устранили. Далее хочу сказать, что сентябрь для нас всех ресурсников тяжелый, но в этом году потребители прониклись наконец-то, и подавляющее большинство уже получили паспорта «Готовность» для давительного света. И с этим я принял решение до 10 сентября заполнить все магистральные сети, поставить подавление до 10 сентября. Это магистральные сети. Далее, совместно с управляющими компаниями будем заполнять после 10 сентября разводящие сети и заполнять дома. Что это нам даст? Это нам даст плавное и мягкое включение в ход водопитный сезон. Это раз даст определенный временной промежуток, но устранение, к сожалению, они будут, тех инцидентов и эффектов, которые появляются в процессе заполнования дома. Самое главное – это плановый вход в отопительный сезон. То есть будет время и в управляющей компании, и в ТСК, что-то где-то при наличии свещений, и плотности, и разрывов к началу отопительного сезона все это устранить. Ну и самое главное, что город полностью будет, все дома, жилой сектор и так далее, уже развоздушен из-за теплификации полностью в области. Компания «Эленком» вела работы в штатном режиме. Продолжали окос, опиловку деревьев, занимались установкой детской площадки на улице Ленина 23А и другими плановыми работами. Продолжает ремонт подъездов. Ремонт от мосток, покраска на Тискалей. По уличному освещению производили замену светильников по городу. Вышел из строя полностью поменяли все светильники на школе 16, которая была в прогрессе для города. И сегодня, на этой неделе, я думаю, я за два, сделала дорожка храма, которая на поле 4. Там все дело поменяемо. Также прозвонили ремонт. Хочется у нас освещение внутреннего на больнице. Все сделано, да? Спасибо большое. Ну, а так все, в принципе, в штатном режиме. И, наверное, сегодня мы все-таки попробуем опыта установить крышку на колодесе, на чекалу 3, которую, по слову, мы попробуем плит опустить. Поэтому, что так все понятно, в основном, что это же дело. Хорошо. Глава внес ряд замечаний по уборке и окосу. Вот у Томска 18 дом. Вокруг дома идут дорожки из бручатки. Вот за домом там вся дорожка заросла. Шириной у него практически 2 метра, и даже бручатки же не видно. Там почистить ее нужно. Вся заросла абсолютно. Такая же ситуация, сквер Святого Константина, вот эти радиальные дорожки, которые по другу идут, тоже необходимо почистить и обновить. Там много земли, грунта, там нужно будет, наверное, сначала почистить. Первого сентября мы торжественно открыли с представителями компании «Кроношпан» новую спортивную площадку с искусственным покрытием на 16-й школе. Я смотрю, вот там опору установили. Доделать, да, освещение, чтобы ребята могли тоже в вечернее время заниматься. И оперативная сводка, которую передали ИДДС. Горькову 8. Горькову 8 проводили работы в ЖКО «Север». Без согласования жителей испилили решетку. Причем там какая-то спорная ситуация. Возьмите тогда оперативную сводку, надо разобраться. Советская 44, 9-й подъезд, 3 недели назад передавали заявку на ремонт домофона, до сих пор не отремонтировано. На городском бульваре со стороны клумбы «Эколаб» в Варварские сломаны две лавочки. Да, там можно, да, доску сегодня поставить. Сегодня, да? Помейте, пожалуйста, скажу себе. Женовского 11-я жалуются, что из крана с горячей водой течет еле теплое. Очень частая ситуация. 43-й дом обращается по советской. Да, это все, это все. Есть, да? Да, все, это все. И вот четыре обращения на неделю было по уличному освещению. Это советская 32, советская 29-30, но я так понимаю, это одна линия. 32 и 29-30. 33-35А, наверное, это все тоже, да, район. И ленина 59-61-63. А что там написано? По освещению тоже, да, освещение. А там, может быть, это то, что он планирует на светлый город? Нет, 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 там именно речь идет о действующей неработающей. Обратите, пожалуйста, внимание. Одно технологическое нарушение произошло в компании Мособлэнерго. Руководитель рассказал об аварии, произошедшей на подстанции, и о проводимых работах. Значит, за отчетной неделю по сетям электроснабжения было одно технологическое отключение. 315-я подстанция вышла из строя вводная ячейка с вакуумными включателями. Мы произвели ремонтные работы, электроснабжение восстановили. По работам, занимаясь опиловкой югозападный район, опиловкой вывозом веток. Также ремонтными работами в 315-й подстанции. Произвели ревизию. 327-я подстанция – это район вокзала. Значит, списание показаний с приборов учета по юрлицам. Рейды по узлам учета продолжаются. Вот, и они будут постоянные. Результат мой, в общем, на лицо. Положительный результат. Значит, на этой неделе планируем приступить к демонтажу оборудования. 302-й подстанции – это район с ползала СОКО. Старые подстанции. Начнем с оборудования. Дума строительной части пока не шла. И продолжается подготовка к осеннительному периоду. МБУ «Дорожное хозяйство» и «Благоустройство» проводили уборку смета при бордюрной части и установку дорожных знаков возле учебных заведений. Уборку смета при бордюрной части и оборудование продолжается. Значит, удаляли производительные вопросы, установили дорожные знаки в оборудовании учебных заведений согласно рекомендации ГИБДД. Все остальное в рабочем порядке. Хорошо, Михаил Юрьевич, обратите внимание, пожалуйста, на откос улицы Классона вместе с съездами. Потому что дорогу надо косить, съезды нужно тоже окашивать и там дорожный смет. И Ленина-Калинина улица тоже окос прошел. Мимо истоков и поворот на Калинина, там тоже большой объем работы уже. С ИХРУ закончили окос травы на прилегающей территории. Отремонтировали канализационный люк. Компания работает в штатном режиме. На прошлой неделе закончили окос. Отремонтировали оголовок канализационного люка, который находится на разуме 1,26. Далее, оттогот. Дорожная сеть, закрепленная за компанией МОСАВТОДОР, обслуживалась согласно установленному нормативу. Потребляют организацию МОСАВТОР, строительную компанию. В рамках заключенного контракта убирал лично-городный штук по улице Советской. Выходили в субботу, убрали. Единственное, что просьба обратить внимание поворот на Морозские дачи. Там постоянно вынос мусора на предмет. Надо проверить заключение договора. Там вся дорога будет. Остальные все в рабочем порядке. МУП «Порядок» и МКУ «Ритуал» занимались плановыми работами. О количестве оказанных услуг рассказал руководитель многофункционального центра «Мои документы». ФЦ работает в штатном режиме. За прошедшую неделю оказаны 970 услуг. С 1 сентября приступили к перегатировке в соц. партнер для пенсионеров старше 60-ти лет и бесплатного проезда на столичные транспорты. Хотелось бы поблагодарить за помощь в организации данных книги о тело-соцзащитах и личноморозе. «Молодцы. Мы были на прошлой неделе в отделе социальной защиты, видели, как происходит перегатировка. Работа, конечно, колоссальная сейчас проводится, но и в то же время полезная, чтобы право бесплатно передвигаться жителям Московской области на транспорте и Москве на пригородных поездам». 208 вызовов поступило в единую диспетчерскую службу на прошедшей неделе. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Статистику работы городской больницы озвучил главный врач. О санитарной эпидемиологической обстановке информацию озвучила представитель территориального отдела Роспотребнадзора Ирина Смагина. «Заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями на территории Электрогорска за последние месяцы, за последнюю неделю не превышает эпидемический порог. Незначительный, правда, рост у детей от 3 до 6 лет. Сейчас основная задача – дети возвращаются из отпусков, формируются новые коллективы, поэтому образовательным учреждениям, детским дошкольным учреждениям, руководителям необходимо организовать качественные внутренние фильтры с отметкой в журнале. Опрос родителей, где были дети. Если вдруг ребенок себя плохо чувствует в школе, в детском саду, и этот ребенок побывал где-то за границей или в другом регионе, к нему особое отношение, потому что существует вероятность заносов детские дошкольные и образовательные учреждения инфекционных заболевания. Это задача номер один. Вторая задача – неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коре. Еще раз обращаю внимание на то, что сейчас во многих муниципальных образованиях, в том числе в Палопосадском районе, регистрируются случаи кори. Вспышки, вспышечные заболевания в лечебно-профилактических учреждениях, в детских, в образовательных учреждениях, поэтому особое внимание всем детям, которые не привиты против кори. Документа, который регламентирует отказ в приеме детей непривитых против кори, у нас сейчас нет. Они отстраняются, непривитые только в том случае, если в учреждении регистрируются случаи кори. Поэтому работа, санитарно-просветительная работа с родителями. А к родителям, которые отказываются от проведения приема, я еще раз обращаюсь и прошу пересмотреть свое отношение, потому что корь – это медленная вирусная инфекция. И ребенок, который переболевает корью, у него могут быть очень серьезные осложнения, вплоть до смертельных исходов. Острые кишечные инфекции у нас сейчас на территории Электрогорска. Три случая заболевания. В двух случаях заболели неорганизованные дети. Опять же, вспышечные заболевания интервирусными инфекциями. Профилактика. Соблюдение правил личной гигиены. Опять же, утренние фильтры. И контроль со стороны руководителей детских, дошкольных, образовательных учреждений работы пищеблоков. Несмотря на то, что у нас привлечены другие организации, контроль все равно остается за руководителями учреждений. Также на территории Электрогорска зарегистрировано 4 случая укуса, 3 нанесено безнадзорными животными. Это улица Горького, улица Горького возле 14-го дома и улица Пионерская. Еще раз обратите внимание на борьбу с бродячими животными и регистрируются случаи укусов грызунами по осаде, и поэтому обратите внимание на диротизационные мероприятия. Грызунов сейчас много, и грызуны у нас также являются переносчиками бешенства. Еще одна задача поставлена управлением Роспотребнадзора по Московской области и федеральным нашим управлением. Это подготовка к прививочной кампании. 45% населения должно быть привито против гриппа. Как правило, мы начинаем прививать, договоримся, и октябрь уже, когда у нас идет подъем заболеваемости, мы начинаем прививать, и там респираторно-вирусные инфекции. Народ считает, вот мне сделали прививку, и я заболел гриппом. Значит, сейчас нужно август, в смысле сентябрь, начало где-то октября, сейчас в обязательном порядке нужно уже основной массе быть привитой, для того, чтобы выпить сезон, войти уже привитыми. Поэтому, Николай Александрович, нужно вовремя получить вакцину, рассчитать все наши потребности противовирусных средств, противогриппозных и специфических всех средств, которые, чтобы у нас в аптеках все это было, и лечебно-профилактического учреждения, все должно быть в достаточном порядке. Комиссии по чрезвычайным ситуациям или противоэпидемические комиссии провести. План у вас, я так поняла, разработан и на утверждении. Вот это все наши задачи на сегодняшний день. Но, конечно, нужно с родителями работать, с руководителями учреждений и организаций, которые нам должны помочь в организации прививочной кампании. И необходима работа с руководителями предприятий в плане того, чтобы они выделили средства для приобретения вакцины. Потому что всей вакцины, которую нам выделяет область, на 45% населения не хватит. А именно этот процент, он создает барьер, который не допускает развития эпидемии. Спасибо. Большое количество мероприятий прошло 1 сентября в городском округе. О прошедших и предстоящих рассказал начальник отдела культуры. В минувшем выходе в городском парке культуры отдыха коллективом в Дом культуры организована выставка собак и кошек. Также проходила большая концертная программа и организована мероприятие родителей, детской анимации. Также в эту субботу по улице Ухтомского во дворе дома 7 и 9 проходил праздничный мероприятие, праздник двора. На мероприятие посидело большое количество жителей города, было организовано праздничный программ, работа с детьми. Также мы проводили раздачу сладостей, это был сладкий стол. И главным событием для этого представления большого количества плова прямо при присутствии юбителей. Мы получили большое количество отловительных отзывов. Благодарности лично в ваш адрес. Также хочу сказать большое спасибо коллективу Дома молодежи за помощь в организации мероприятия. У меня все. Молодцы, да. Там действительно люди остались, насколько мне интересно, довольны. Мероприятием, праздником можно, для меня, витара почаще проводить. В разных городах. Да, сколько несколько раз, приезжать почаще, словно. В разных городах, почаще. Наши вопросы есть. Практически, спасибо. О том, как прошли торжественные линейки в школах, в каких мероприятиях принимали участие педагоги и специалисты, рассказал начальник управления развитием отрасли и социальной сферы. 27 и 28 августа принимали участие в работе форума педагогов Подмосковья «Образование лидеров и лидеров образования». 30 августа принимали участие в совещании по вопросу реализации проекта «Путевка в жизнь школьников Подмосковья, получение профессии вместе с аттестатом», организованное Павл-Пасадским техникумом. 31 августа выезжали на ВДНХ и принимали участие в 4-й международной конференции «Образование в современном мире. Вызовы, оценка, решения». 1 сентября во всех общеобразовательных организациях прошли торжественные линейки, посвященные Дню Знаний. Сегодня, 3 сентября, в общеобразовательных учреждениях очень насыщены деньги, потому что запланированы и пройдут во всех школах мероприятия, посвященные Дню Солидарности в борьбе с терроризмом. Состоится всероссийский открытый урок ОБЖ, пройдет областной урок по обучению учащихся навыкам раздельного сбора бытовых отходов и состоятся уроки чистоты. Такой насыщенный сегодня будет день, именно 3 сентября. И на сегодня продолжаются ремонтные работы в 41-м детском садике. Полностью демонтированы все помещения, проложена электропроводка в корпусе Б2, продолжаются малярные работы в помещениях корпусов А и В, внешние стены корпуса В отделаны утеплителем и продолжается работа бригады электриков. Основная задача в отделе социальной защиты населения – перекодировка карт. Мы пришли в учреждении подвесных сервисов МОСКО в штатном режиме занимались подготовкой к числению комбинационных полугодов. Основная задача у нас первая – это перекодирование карт жителей МОСКО в 160 лет. Здесь я хотел бы обратиться к нашим жителям и рассказать о тех возможностях, которые у них есть. Они могут как-то свои перекодировать в МОСКО, могут как-то свои перекодировать в управлении социальной защиты по месту жительства и также на 60 станции метрополитена. График работы в управлении вообще по всей Московской области с 1 до 9 сентября с 8 утра до 20 часов вечера, в воскресенье с 8 утра до 18.00. Также наши специалисты стоят в кассах метрополитена либо на стойках на всех станциях, где ездят вокзалы с 5 утра до 1 часа до 20 ночи. Потребность большая. Я сам дежурил в субботу с 5.20 утра до 12.00. Первый перекодированный у нас был в 5.35. То есть за вот это время короткое мы перекодировали по Московской области порядка 200 тысяч карт. Перед нами стоит задача. Это 1 миллион 100 тысяч карт. То есть мы в начале пути и услуги востребованы принять это решение для региона ЧПД объема. Это основная задача, которую мы будем выполнять в ближайшем году. Текущая работа, работа с обращением граждан личных приемов и вся текущая работа, которая у нас есть по управлению, попадается в учреждение, она не отменяется на это. Прошу вам нацию. Галина Витальевна, вопрос есть? Спасибо, работа с тобой. Спасибо. Отдел опеки осуществлял работу с обращениями граждан. Мы прошедшую неделю осуществляли работу с обращениями граждан, осуществляли выходы семьи по запросам сюда, это родительские споры, и семьи, которые состоят на учете в отделе опеки. Готовка отчетов, естественно, по согласию. О количестве административных правонарушений, зарегистрированных на территории города, информацию озвучил представитель Госадмотехнадзора. За прошедшую неделю на территории городского округа выявлено шесть административных правонарушений. По всем возбуждены административные дела. Это по вопросам состояния полосы отвода автомобильной дороги, потому что мы проезжали сами на объезды, состояние детских игровых площадок. Рассмотрено четыре обращения граждан в сфере чистоты благоустройства. Сегодня проводим уроки чистоты в школу. Пожарная часть трижды за неделю выезжала на тушение пожаров. За последние две недели отделение выезжало на оказание помощи 03, на тушение мусора на открытой площадке в окрестности городского округа. Три пожара на СНТ «Зарянка» баня, СНТ «Кулики-3» тоже баня. Значит, переулок Невского, дом 4, пожар в жилом доме тоже произошел. Помимо этого, значит, у нас сохраняется сейчас на территории области пожароопасная обстановка. Значит, погода стоит теплая, жаркая, лес сухой. Поэтому сейчас как бы совместно с администрацией тоже это все на контроле. Любые, значит, звонки жителей, также по загоранию где-то в окрестности травы или еще что-то, значит, сразу выезжает и локализируется, ликвидируется на месте. Потому что, как бы, велика вероятность это дело распространения. Значит, на объекты выборов также проведены, скажем, караулом, с личным составом, как со 110-й и 1954-й части, значит, проехались, посмотрели участки, изучили. И к 9-му числу на каждом объекте будет дежурить сотрудник от 110-й, а где-то от 254-й части. На автостанции чрезвычайных ситуаций за неделю не произошло. На прошедшую неделю на автостанции работала штатная режима. Чрезвычайных ситуаций не произошло, все на рабочей области. Слава Викторовна, на прошлой неделе поступали обращения по поводу сбоев в работе туалета. В прошедшую неделю туалет на санитаре автостанции работала штатная режима. Все нормально, да? Перебоев не было. Хорошо. В завершение оперативного совещания глава еще раз обратился к присутствующим с просьбой принять участие в предстоящих выборах. Хотел бы завершить свое выступление. Еще раз повторюсь за просьбой провести максимальную разъяснительную работу с вашими коллективами, жителями. Призыву 9 сентября прийти, проголосовать, сделать свой выбор, кому не безразлична судьба нашего города, кто также заинтересован в развитии нашего города и проявить свою гражданскую позицию и сознательность.